Еще немного интересной информации о продолжении этой темы свадьбы. Это желанное событие для тысяч влюбленных, но это не просто, как поется в известной песне, двух сердец одно решение. Это начало выстраивания новых семейных отношений между мужчиной и женщиной. Как уже известно, по статистике число браков в Тверской области выросло по сравнению с прошлым годом. И ближайшая свободная дата в главном управлении записи актов гражданского состояния Тверской области идет с 21 сентября. На летний период уже мест не осталось. С чем связана популяризация бракосочетания, что лежит в основе крепкой семьи, об этом смотрите прямо сейчас. Семья, выражаясь научным языком, это важный фундамент социума, социально-культурный институт, который связывает людей общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Но жизнь не стоит на месте, если еще год назад молодые люди в основном утверждали, что брак это необязательное явление в наше время, что это лишь штамп в паспорте, который не несет за собой ничего серьезного, то теперь тенденция явно меняется. Если посмотрим статистику за 22-й год, небольшой прирост по сравнению с предыдущими. Но если брать 20-й год, то скорее всего это объясняется ограничениями, которые в 20-м году были. В свою очередь другой эксперт, кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин, рассказал, что в браке выживать стало выгоднее, полезнее и удобнее. Покупательная способность россиян сегодня резко упала, а в большинстве семейных союзов базовая задача выживания решается легче. Например, определенный процент браков связан с тем, что вместе проще взять ипотеку. Однако, несмотря на высокий процент браков, число разводов за последние несколько лет практически не изменилось. Число браков почти сравнялось с числом разводов. На тысячу жителей Тверской области приходится 4,6 зарегистрированных брака и 4,2 зарегистрированных развода. Среди их причин в основном называются супружеская неверность, злоупотребление вредными веществами, недопонимание между супругами и, в конце концов, безответственность людей. Если вы встретились, чтобы действительно создавать семью и намерения у вас серьезные, тогда вы сможете преодолевать трудности. А если вы это что-то вроде приключения, ну тогда вы и не готовы трудности преодолевать. Психологи утвердают, что к созданию института семьи нужно подходить осознанно, четко понимая, хочет ли человек на долгие годы разделить свою судьбу с любимым человеком и готов ли находить компромиссы при любых трудностях в семейной жизни. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, что, по их мнению, является основой крепкой семьи. Я бы сказала взаимоуважение. И все? Да. Любовь, взаимопонимание, надежность партнеров, семейное счастье. Доверие, любовь. Любовь и уважение друг к другу. Все остальное потом само собой будет. Крепкая семья. Чем больше детей, тем лучше. По результатам опроса можно заметить, что у каждого жителя секрет крепкой семьи свой. Но самое главное, в крепком и гармоничном союзе обязательно должна быть любовь. Продолжение следует...